Славянские чтения в Самаре Славянские чтения проходят в 11-й раз Ну а как проходили они в прошлом году, предлагаю посмотреть, а потом уже будем знакомиться с нашими гостями Куклы в национальных костюмах, традиционные обереги из соломы и пасхальные украшения Все это своими руками сделали юные жители Самары К ежегодным международным славянским чтениям в 132-й школе готовятся несколько месяцев Гости форума – делегации из Гомеля, Витебска и Старозагоры Это шанс узнать другие народы, узнать их, может быть, обычаи какие-либо, чем интересуются люди Заводим друзей и тоже поедем в Болгарию, как и они по обмену к нам, узнаем больше и о том, как они живут Старшеклассники представляют свои исследовательские работы Темами становятся культура, история, литература, этнография братских стран Наталья Самойлова из Беларуси привезла доклад по краеведению Девушка нашла немало общего между родным Гомелем и Самарой, которая просто очаровала белорусов Я рассказываю про улицы Гомеля, про именные улицы, в честь кого они названы У вас в Самаре есть улица Куйбышева и у нас также есть улица Куйбышева Мы всего лишь тут пока что один день, уже очень интересно, город очень красивый Здание есть еще немножко присутствует, старина, это очень красиво, на мой взгляд К юбилейным десятым славянским чтениям школьники подготовили около 350 исследовательских и творческих работ В школе надеются, что к следующему году участников станет еще больше У нас общие корни, поэтому мы должны быть едины Вот сегодня достаточно такое тревожное время, но мы смотрим с надеждой в будущее славянского мира Все ребята получат дипломы участников чтений, а гостей ждет еще и насыщенная экскурсионная программа Ну что, как вы поняли, 11-е славянские чтения в Самаре вот-вот уже начнутся И я с большим удовольствием вам представляю наших сегодняшних гостей Заместитель директора по научно-методической работе школы номер 132 Оксана Скачкова Здравствуйте! Здравствуйте! С нами здесь Андрей Семашкин, ученик 11-го класса Здравствуйте, Андрей! Добрый день! И Анастасия Костина, ученица 9-го класса Здравствуйте! Ну, Оксана Анастасия, расскажите, что, где, когда? Вот говорят, что все-таки ждали, готовились С большим удовольствием всех-всех ждете, собираете Что будет в этом году интересного? Ну, вообще у нас действительно для нас славянские чтения Это огромный праздник И действительно готовимся, мы к ним начинаем готовиться Задолго-задолго до того, как они начнутся В этом году славянские чтения у нас будут проходить 23 апреля Традиционно раньше они у нас проходили в мае Но так как майские праздники, очень много было всяких мероприятий Потому что наша школа, ну, практически во всех мероприятиях участвует Поэтому было решено вот два года, как мы проводим их в мае Прошу прощения, в апреле Ну, как выяснилось, то, что дата сдвинулась Из-за этого совершенно ничего не поменялось Также приезжает достаточно много гостей И каждый год все больше и больше участников Все больше и больше работ представлено В этом году у нас, например, свыше 370 учебно-исследовательских и творческих работ было А сколько приедет, приехало уже, ребят, откуда они? Ой, у нас приехало, во-первых, из 78 городских школ Дети придут из 36 областных То есть у нас, конечно, город и область практически всегда представлены Кроме того, в этом году к нам приезжают, ну, традиционно наши друзья, наши партнеры Это гимназия Максима Горького из Старозагоры Это школа у нас из гимназии 36-я из Республики Беларусь, из Гомеля Мы с ними давно уже сотрудничаем, и наши дети к ним ездят И в этом году у нас еще новички Это гости наши из Нижнекамска и из Москвы, из Рамина То есть, в принципе, география достаточно наша Да, география у нас растет, причем люди нас сами находят Сами к нам просятся, сами хотят и с удовольствием участвуют И мы надеемся, что она так и будет расти дальше Ну, славянские чтения, что это такое? Это фестиваль? Это какая-то научная конференция? Как это выглядит? Вот 23 число Будет целый день как-то это все происходить? Ну, это вообще такая сложная это назвать, наверное, и конференция в полной мере Потому что все-таки кроме научных работ, а у нас действительно представлено достаточно много секций С научными докладами по разным направлениям, по разным возрастным группам Начиная от начальной школы секции «Я только учусь по различным направлениям» До достаточно серьезных секций по краеведению В этом году у нас и историческое краеведение, и экологическое Ну, это уже старшеклассники, так думаю, берутся за это И по литературе ведению, по лингвистике То есть достаточно много у нас в этом году различных направлений представлено Кроме того, это выставка, да, вот в сюжете была показана наша выставка работ Тоже достаточно много интересных творческих работ представлено И они приходят, и действительно всякий раз мы поражаемся тому, какие у нас талантливые действительно дети Вот они сидят сейчас, тоже нам расскажут Действительно, всегда очень интересно Ну, все начинается традиционно с открытий То есть в 11 часов у нас начинаются торжественные открытия Это всегда очень такое серьезное тоже мероприятие У нас создается даже специальный худсовет, который утверждает У нас группа сценаристов, у нас группа рабочая по подготовке сценария Открытия славянских чтений Всегда приезжают какие-то почетные гости Это действительно всегда такое вот яркое, праздничное, очень красивое событие Где наши дети не только в качестве, допустим, ведущих, но и в качестве актеров То есть они и поют, и танцуют Ну вот мы сейчас спросим Андрей, ну-ка рассказывай, давай, какая твоя роль, функция на славянских чтениях в этом году? Ну, в этом году я, во-первых, ведущий на торжественной церемонии открытия Почетно для тебя это? Да, почетно, приятно, интересно Отчасти какие-то правки в сценарии вносил и я Что-то такое эдакое готовите? Ну, у нас этот год, эта весна у нас, это год 70-летия Победы Разумеется, об этом будет сказано со сцены Это будет затронуто и в художественной программе мероприятия Вот было сказано, что трудно назвать конференции в полной мере Сцены вонские чтения Ну, лично я бы, вот как когда-то участник именно научной части Охарактеризовал бы как фестиваль, включающий в себя научную конференцию То есть если у нас в 11 часов состоится линейка торжественного открытия, церемонии То далее все расходятся по своим секциям А секций много Представленные от этнографии до точных наук, то есть физика и математика Даже так? Да Неожиданно Да, вот я, например, в средней школе, как ученик физико-математического класса Писал работы соответствующей направленности Это очень интересный процесс для участников Это тоже определенная нагрузка Но при этом это очень полезный жизненный опыт Дети не только знакомятся с чем-то новым в процессе обучения То есть узнают что-то новое по учебным дисциплинам Но и получают необходимый в жизни опыт выступления на публике Это помогает социализации личности Способствует позитивному воспитанию каких-то, может быть, гражданских качеств человека Какие сейчас образованные и хорошо говорящие 11-классники Прямо бальзам на душу Видимо, сельский заслуга 132-й школы тоже Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22 Звоните нам, давайте поиграем Сейчас с вами разыграем пригласительные билеты в кино Почему нет? На двоих киномечта вас приглашает Внимание на экран Кадры из какого фильма мы сейчас здесь увидим Если вы знаете, звоните 202-11-22 Насте хочу вопрос задать Настя тоже, я так понимаю, ответственно Подходит к организации Какая твоя роль? Сегодня как раз приехала делегация из Болгарии Я по обмену принимаю девочку Вот Машу, мы будем Ну, она будет у меня жить И безусловно, я тоже считаю, что это определенный опыт Который, ну, они получают на славянских чтениях Также это общение Какие-то новые знакомства Ну, я сама тоже принимала участие в славянских чтениях И даже, если мне не изменяет память, не один год Но это, конечно, безусловно, волнительно И я думаю, что, ну, каждый участник нуждается в поддержке Вот Какая программа у вас заготовлена? Куда-то поведете гостей с ребятами? Ну, сегодня мы, значит, пойдем на смотровую площадку На ЖД-вокзал Также мы посетим город Тольятти И поедем в Казань Ну, это самое главное мероприятие Понимаю, после уже всех основных каких-то ваших выступлений Поедете в Казань? Да-да-да, как раз В четверг вот у нас состоится выступление А через пару дней мы как раз уезжаем Ну, слушайте, ну, хорошо Подготовились, получается, наверное Как вот получается, что, допустим, ребята, которые живут в приемных семьях Ну, не в приемных, ну, правильно, принимающих семьях Это сложно организовать вообще? Как-то все соглашаются? Ну, было очень много, да, желающих Даже некоторые брали по два человека в семью И даже остались те, которые Ну, детей всех разобрали Да, потому что не хватило Ну, а вы сами были уже где-то, ездили? Да, я ездила в Белоруссию Но я жила не в семьях, а в общежитии Также я там участвовала в милежских чтениях И как раз познакомилась с там ребятами, которые сегодня к нам на славянские чтения приехали Но это также, безусловно, опыт Я просто очень много его знала Это достаточно, наверное, одни из самых гостеприимных людей Ну, белорусы, да И, да, я участвую в милежских чтениях, секции Ну, у нас ездило три человека Ну, тебе понравилось? Ну, нам, безусловно, да, понравилось Понятно Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира Звоните нам Мы по-прежнему будем рады принимать ваши телефонные звонки И, конечно же, я хочу отдать билеты в кино, в киномечту Мне кажется, этот фильм многие знают Этот фильм многие смотрели И черно-белый, и в цвете Если угадали, что за фильм Мне кажется, этого лопоухого мальчика Вся страна не только наша знает И, я думаю, будет возможность сейчас у кого-то из вас ответить Есть телефонный звонок? Скажите, пожалуйста Ну, что ж, тогда будем ждать ваших телефонных звонков Друзья мои, в следующей части нашего эфира с большим удовольствием Будем встречать гостей из Белоруссии Ну, а ребятам желаем удачи Давайте, дерзайте, чтобы нашу страну, наш город, конечно, знали И рассказывали о нас в других городах Не переключайтесь, впереди ждем очередных наших участников Уважаемый ветеран, хочу сказать вам большое спасибо за жизнь За свободу Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы подарили молодость нам Уважаемый ветеран, я от всей души поздравляю вас С великим праздником Победы в Великой Отечественной войне Мы не можем представить себе ужасы и трагедии, которые вы пережили Сражаясь за наш общий дом Прадед Глеба Бердникова по материнской линии в 42-м пропал без вести Даже похоронку на его имя не прислали Имя прадеда по отцу высечено на мемориальной доске на площади Славы Война коснулась каждой семьи в нашей стране И это понимают даже дети Я пишу им блажное письмо на тему «Спасибо за мирное небо» Потому что, если бы не они, то, возможно, не то, что мы бы не писали бы сейчас Возможно, вообще бы нас не было В первый день акции «Фронтовые письма» приняли участие почти 150 учеников 6-х и 10-х классов Самарского медико-технического лицея Всего фронтовые письма напишут больше 46 тысяч детей со всей Самарской области Детям это очень важно, когда их письма не просто останутся сочинениями, не просто принесутся домой, а будут вручены И кто-то их теплые слова, их искренние пожелания услышит Это очень важно Лучшие письма будут отобраны И в следующем этапе эти письма будут опубликованы и изданы в виде книги Самарской области В течение нескольких дней губернские школьники будут писать письма ветеранам 27 апреля состоится единый день написания писем К 9 мая каждый ветеран получит фронтовой треугольник Продолжаем наш эфир Сегодня мы рассказываем о том, как будут в нашем городе проходить очередные 11-е уже славянские чтения Я с большим удовольствием жду ваших телефонных звонков по телефону 202-11-22 Пару минут назад был задан нам фото вопрос, из какого же фильма этот кадр Если вы узнали, звоните, дадим билетики в кино Я думаю, что они как раз-таки к выходным никому не помешают Еще же с большим удовольствием я представляю вам нашу... Но прежде принимаем звонок, давайте, давайте, раз есть звонок, всегда принимаем Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Елена Елена, очень приятно Вот сейчас будем знакомиться с нашими гостями из Болгарии Вы когда-нибудь были либо в Болгарии, либо в Белоруссии? К сожалению, не бывали, но очень хорошо знакомы со Старой Загоры, так как у нас улица заименная носит это имя Старой Загоры Город Я живу на этой улице, поэтому мне это очень близкая знакомость Ну вот, здорово Так вы узнали, что за фильм? Ну я думаю, что это кинофильм Офицера по произведению Бориса Васильева Конечно, 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 это этот фильм, вы правильно ответили, забирайте билеты в киномечту Спасибо большое Ну так что, давайте знакомиться с нашими гостями С нами здесь по-прежнему заместитель директора по научно-методической работе школы номер 132 Оксана Скачкова И представляю наших гостей из города Старый Загор Как уже выяснилось, есть у нас зрители, кто живет на такой улице Это город в Болгарии Деляна Тройкова, здравствуйте И Мария Радева, здравствуйте Вот замечательные наши девочки Девочки, хочу спросить Вы приехали к нам сюда в Самару с какими-то проектами, с выступлениями Можете рассказать каждое? Наверное, давайте начнем мы с Деляны Что за проект представляете, что презентуете сегодня? Завтра, точнее уже Мой проект называется площадь Александра Невского Это находится в центре Софии, наша столица И я представляю все замечательности, которые находятся на этой площади Все, вся их история И так А волнуешься перед выступлением? Первый раз принимаешь участие? Да Очень волнуюсь Скажи, пожалуйста, вот когда ты уезжала Что тебе сказали твои родные, близкие? Может быть, какие-то советы, наставления, что-нибудь подсказали? На выступления или? Нет, просто вот ты отправляешься в другую страну Ну, наслаждаться просто так И внимать Не знаю То есть все впитывать, да, как говорится Что-то новое узнавать Ну и как тебе, расскажи, вы сегодня приехали Какие ощущения? Погода, конечно, не очень хорошая Да, да, да Ну, в Болгарии очень тепло Здесь снег идет Снег, это да Но в понедельник утром мы уехали из Старо-Загора И самолетом впервые летали Увидели аэропорт в Истанбуле Потом в Москве Целый день вчера были в центре Москвы Увидели все достопримечательности О которых до сих пор только Смотрели, слышали, читали И просто невероятно увидят своими глазами Нафотографировались? Ну, конечно Это здорово У нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья Петровна Наталья Петровна, вы хотите задать вопрос? Нет, я хочу ответить на ваш вопрос По поводу фильма Так, ну мы фильм уже разыграли Давайте мы сейчас вам предложим сертификат На посещение салона красоты Готовы к такому подарку? Да, конечно Парикмахерское счастье приглашает вас Или ваших маленьких близких, родственников, друзей Торговый развлекательный центр М5 Раз у вас такой вот хороший подарок Презент парикмахерское Из какого фильма этот кадр? Точнее даже из какого мультфильма? Не можете вспомнить? Ну вот насчет мультфильма я, конечно, не очень А вот фильм мне очень знаком И я его сразу угадала Но долго не могла дозвониться Все время была занята Так ну давайте мультик посмотрим Помните, вот этот вот зверек пришел к парикмахеру И вот что-то с ним там сделали Что же это за зверь, может быть, вы знаете? Ну это, конечно, лев, но мультик не знаю Ну помните, там была стрижка, только началась Нет? Не помните? Ну что ж, друзья, если вы узнаете, что за мультик Звоните нам, 202-11-22 Будем рады узнать от вас Ну что, переходим к Марии Мария, расскажи, какой у тебя проект Что ты будешь рассказывать нам? Мой проект о Пловдиве Он называется Пловдиве Древний и Вечный Это тоже город Болгарии И в моем проекте я рассказывала Истории Пловдива и о всей достопримечательности Ну скажи, вот для тебя, России Ты никогда не была раньше? Вот что ты, может быть, увидела уже? Снег в конец апреля я увидела Я так понимаю, Москва вас, да, так удивила, огорошила Ну теплые вещи взяли Да Медведей нет на улицах? Нет Это самое главное Оксана Романовна, ну вот приехали ребята из Болгарии, да? Я так понимаю, их всех распределили по семям Они все живут Тяжело ли или просто адаптироваться им? Вообще, вот вы же наблюдаете не первый год Каково это? Вот приехать в другую страну Не замыкается ли кто-то? Может быть, какие-то проблемы есть? Или все как-то вот они сразу? Да ну мне кажется, все-таки дети Они более гибкие в этом отношении, чем мы взрослые Ну и кроме того, конечно, наши дети Вот действительно, как Настя сказала С удовольствием всегда приглашают в свои семьи С удовольствием сами ездят И поэтому такое отношение То есть мы принимаем гостей А наше русское гостеприимство, оно всегда известно То есть мы всегда хорошо относимся Мы всегда стараемся действительно со всей душой С теплотой, с добротой Показать им как можно больше достопримечательностей города Помочь, допустим, поддержать на тех же секциях То есть действительно у нас, конечно, уровень достаточно высокий Но мы, например, понимаем, что если ребенок приехал из другой страны И говорит на другом языке, понятно, мы отнесемся к нему с лояльностью Допустим, к его докладу в том плане, что мы понимаем, что ребенок не носитель языка Хотя, знаете, иногда меня поражает, насколько они хорошо владеют русским языком Это вот действительно, я сколько вот в секциях председательствую Когда, где у меня зарубежные наши гости Я всегда поражаюсь действительно тому, как дети свободно говорят, как они держатся И я никогда не видела того, чтобы кто-то замкнулся, кто-то испугался, кто-то так вот отнесся С какой-то настороженностью Ну, насколько я понимаю Ну, они знают, куда они едут Да, насколько я понимаю, все уезжают с такими очень хорошими, теплыми чувствами Продолжают общаться Конечно, новые друзья А вдруг кто любовь свою встретит? Такой же тоже, может быть? Ну, вот таких историй я, к сожалению Почему нет? Не знаю, но, наверное, стоит провести расследование Может быть, у нас и такие случаи были Вот я просто про такие случаи никогда не слышала Но, во всяком случае, стараемся, чтобы было как можно более комфортно А как давно, девочки, вы русский язык изучаете? Я второго класса Так, сложно было? Ну, в начале, да Но потом нет В восьмом классе сначала начали изучать Тогда все выяснилось Понятно Мария, у тебя как с русским языком? Сложный для тебя язык? Нет, я чувствую очень близко Потому что много слов похожи на болгарский Вот говорит на чистейшем русском Это очень здорово У нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара Тамара, очень приятно Приходилось ли вам бывать в Болгарии или в Белоруссии? Нет, не приходилось А поехали бы, если бы получилось такая возможность? Да, мы в Болгарии Вот, видите Девочки, приглашайте Ну, только вы-то ответите нам, что за мультик мы загадали Знаете ли? Да, это где-то прихмачера Ну, пусть будет так Конечно, лев у парикмахера Потом, конечно, съел его Куда деваться? Но, в любом случае, стрижка только началась Я надеюсь, ваша стрижка, которую вы сделаете себе Или укладку, или что-то еще в салоне парикмахерской счастья Вам понравится Спасибо большое Ну что, я думаю, сейчас хочется, может быть, от девочек Так как вас будут смотреть, ваши друзья потом Ваши родные, близкие Что-то сказать им, глядя в камеру, может быть, передать привет Ну, кто? Деляна, давай-то Привет всем из Болгарии Мы здесь очень хорошо Увидели Россию, увидели Москву и Самару Просто прекрасно здесь Отлично Мария? Здравствуй, мама, я еще не замерзла Все в порядке Мне очень интересно И все классно Родители тоже, как бы, тебя понимают? Вы общаетесь на русском языке, какие-то слова? Или все-таки на болгарском? С родителями? Да, с родителями Нет, на болгарском Понятно Ну, а они знают, что, как бы, вы так хорошо говорите по-русски? Что они говорят вам? Не знаю Они гордятся нами, конечно Ну, еще бы Лучшие из лучших сегодня приехали на славянские чтения Спасибо вам большое, девочки Вам удачи Мы сейчас будем встречать наших замечательных гостей из Беларуси Друзья, не переключайтесь Я думаю, они нам тоже что-нибудь интересного расскажут Зрительный зал на 450 мест Но ни одного свободного просто нет Для актеров, танцоров и певцов детского театра «Задумка» это уже третий спектакль за день И каждый раз, выходя на сцену, ребятам приходится вновь и вновь вживаться в образ и переживать судьбу своих героев Это все прочувствовать и сыграть, это дорогого стоит Сложно Плачем каждый раз Мне было очень важно слышать слова, в общем-то, высоких профессионалов, которые говорят Мы удивляемся, что вот эти ваши дети в начале спектакля, а не дети, а к концу спектакля У них была за человеку прошедшую войну Они как бы взрослеют во время спектакля Сценарий к постановке спектакля родился пять лет назад, в годовщину 65-летия со дня Победы Все началось с творческого конкурса на тему Великой Отечественной войны, когда воспитанница театра «Задумка» Ольга Андреева написала стихотворение «Мы рождены не для войны, мы рождены для созидания» Тему развили, так и получила рождение патриотическая постановка Спектакль, который показывает войну со всех сторон Великую Отечественную И со стороны ребят, которые шли на фронт, и со стороны взрослых, и со стороны матерей, дочерей, которые ждали Если бы сам не участвовал, сам бы сходил на этот спектакль Я думаю, что каждый должен помнить, знать и чтить память всем ветеранам, всем людям, которые не дошли до конца войны Спектакль посмотрели более тысячи школьников В планах театр «Задумка» показать его и на других сценах 9 мая, в День Великой Победы, его покажут на площади Кирова Когда? 20 лет назад А почему ты все еще судье? Я был невиновен Касаться, когда? Ну и? Без изменений Совсем недавно в Доме актера состоялась торжественная церемония награждения лауреатов профессионального губернского конкурса «Самарская театральная муза» Как всегда, особенно жесткой была конкуренция между нашими драматическими театрами Ну а эта прекрасная актриса вполне заслуженно победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана» Хотя в ее творческом багаже есть и блистательно сыгранные главные роли О том, как она оценивает эту свою победу на юбилейной церемонии Каким, по ее мнению, должен быть настоящий сценический партнер И какую роль в ее карьере сыграл профессиональный спорт В эксклюзивной беседе расскажет актриса театра «Самарская площадь» Елена Остапенко Смотрите программу «Город С» в пятницу, 24 апреля, 19.30 Ну что, продолжается наш эфир 202-11-22 Телефон прямого эфира, звоните И я думаю, что сейчас стоит мне задать вопрос Мы приглашаем всех на концерт группы «Ретюзес» 24 апреля «Ночной клуб «Звезда»» Они исполняют очень много своих композиций Но есть у них целый блок, как раз-таки посвященный творчеству одного нашего известного поэта И я предлагаю вам сейчас узнать строчки из произведения Назвать нам автора Кто автор строк? Вы помните? Вы все, конечно, помните Но если продолжите нам дальше То будет вам, конечно, аплодисменты с нашей стороны И билеты на концерт этого коллектива Дерзайте! Я же представляю вам наших следующих гостей Ребята из города Гомель, Белоруссия Руководитель группы Белорусско-Славянской гимназии 36 Номер 36 города Гомеля Галина Маратовна Романовская Здравствуйте! Ребята, здесь у нас 11-классники Никита Вынар Здравствуй, Никита! И Александр Архипов Здравствуйте! Также с нами здесь учащиеся 10-го класса Гордечик Виолетта Здравствуйте! Ну что, наверное, привезли лучших из лучших рассказывать? Конечно! Значит, по многолетней традиции мы привозим 11-классников и 10-классников Тех, которые лучшие у нас действительно в гимназии Те, которые пишут исследовательские работы Те, которые уже не раз поучаствовали в конкурсе исследовательских работ И там проявили себя как одни из самых звездных звезд у нас в гимназии Поэтому привозим Вот, любуйтесь! Ну, сейчас полюбуемся Прежде принимаем телефонный звонок Алло, здравствуйте! Как вас зовут? Здравствуйте! Меня зовут Дарья Дарья! Очень приятно! Даша, что знаете про Белоруссию или про Болгарию? Что-нибудь знаете? Это очень живописные места Ох, приятно это слышать! Ну, угадали автора строк, на чьи как раз-таки стихи будут петь свои песни наши сегодняшние музыканты На чей билет мы, на чей концерт мы разыгрываем билет? Я думаю, это не Сенин Конечно! А дальше-то продолжение знаете? Вы помните, вы все, конечно, помните Как я стоял, приблизившись к семье В волновы находили вы по комнате И что-то резкое в лицо бросали мне Отлично! Пять! Садитесь! Отправляйтесь на концерт Большое вам спасибо за звонок! Ну что, давайте сейчас спросим у наших гостей Никит, ну вот расскажи про свой проект Что ты будешь презентовать, рассказывать? Проект я презентую не один Я его презентую вместе с Сашей Архиповым Вы в дуэте, что ли, получается? Да, да И наш проект называется «Гомельский букварь» И целью его исследования называется сам «Гомельский букварь» Который мы посвятили нашему родному городу Гомелю А что это за букварь? Что это такое? Это какая-то интерактивная у вас презентация? «Гомельский букварь» представляет собой алфавит русского языка С каждой из которых связана достопримечательность города Гомеля Ну, например, буква «Б» Буква «Б» — это бракосочетание «дворец» Неожиданно Ну, а буква «Я»? Саш, вспомнишь? У нас на букву «Я» Ярмарки у нас на букву «Я» Буква «Я», как и буква «Э», например, она, конечно, тяжелая Есть некоторые города, в которых специфические такие объекты существуют У нас мы такого не нашли Но зато нужно отметить, что в Беларуси вообще традиция А в Гомеле тем более Проводить ежегодные ярмарки, новогодние и осенние ярмарки И мы ими очень гордимся Там чувствуется дух народа, как нигде в каких-то других местах Поэтому позволили себе поместить на букву «Я» именно ярмарки Ну, отлично вообще позволили себе Саш, ну вот расскажи, ты первый раз в России? В России не в первый раз, но в Самаре в первый А где бывал уже? В Москве Ну, понятно, что в Москве А в каких-то других городах не приходилось? В России нет Ну, вот вы приехали вчера, если я не ошибаюсь Что уже успели поглядеть хотя бы? Ну, в такую погоду, конечно, не особо хочется выходить Но все же Ну, виден сразу колорит Самары То, что есть и новые здания, есть и достаточно старые Это очень интересно посмотреть Мне, как человек, увлекающийся историей Особенно приятно это видеть Ну, Волга, конечно же, поражает своими размерами И снег в конце апреля, да? Который всех поражает Он не мешал Да, снег это Мы привыкшие к этому Ну, понятно Давайте мы сейчас у Виолетты спросим У тебя какой проект? Рассказывай нам Белорусский национальный характер Через призму народных пословиц И отдельных произведений белорусской литературы Ого! Ну, так рассказывай нам Какие черты характера присущи вашему народу? Естественно, гостиность Это очень давняя Это очень Черта характера Черта характера Да, конечно Гостеприимство по-русски Да А гостиность мне тоже нравится А гостиность только, да? На белорусский манер Здорово А ты будешь что-то рассказывать? Какие-то картинки показывать? Да Или ты будешь в каком-то костюме? Я буду Это секрет? Нет, это не секрет Да, я буду показывать картинки Рассказывать про черты характера Вот Я считаю, что это очень хорошее Очень Я выбрала эту тему Потому что я считаю, что При представлении этой темы И жюри, и другие участники Славянских чтений Смогут познакомиться с белорусским характером Услышать живую белорусскую Белорусский язык Белорусскую мову И познакомиться с культурным наследием Беларуси Мне вот захотелось даже Посмотреть Может быть, получится у меня, конечно, поприсутствовать Было бы здорово и интересно Но вот Я так понимаю, вы втроем приехали, да? Получается так Вас провожали что-то Какие-то наставления говорили? Нам, так же, как и гостям из Болгарии Наверное, единственное наставление было Поехать и получить удовольствие Потому что все, кто был до нас здесь Конечно, приезжали с такими впечатлениями Которые, ну, говорят о том Вот о гостеприимности Той же самой русской Знаменитой О хлебосольстве, да? И поэтому просто поедьте, сказали И получите удовольствие И этого будет вполне достаточно Потому что для того, чтобы написать Свои исследовательские работы Детки работали Целый год работали Они сейчас, может быть, волнуются И поэтому не могут сказать это И раскрыть там в одном предложении Всю суть работы Но, тем не менее, работа уже проделана Осталось только наслаждаться общением Наслаждаться вашим обществом Это очень приятно Друзья, если есть какие-то вопросы Звоните, не стесняйтесь 202-11-22 Телефон прямого эфира Вот хотела спросить Когда, допустим, у вас какой-то конкурс В школе, в гимназии проводится Вы тоже какие-то там устраиваете Свои мини-чтения, когда отбираете Или это пожелание Кто захотел, тот поехал Как это происходит? Может быть, дети захотят Да, хватит У нас есть аналог самарских чтений Это мелижевские чтения В принципе, если сказать, это то же самое Дети привозят разные работы На разную тему, выступают Мы их там также принимаем Показываем достопримечательности какие-то Веселим Чтобы им там не было скучно И показываем во всей своей красе Нашу белорусскую душу Почему мы решили объединиться вдвоем Это все сделать? Почему каждый сам за себя А вы в тандеме? Потому что гомельский букварь Это настолько глубоко проделанная работа Которую, в принципе, одному было бы сделать очень тяжело И поэтому мы решили объединиться Вместе с нашим руководителем Галиной Маратовной Которая нам очень помогала И была нашим, так сказать, направлением, ориентиром Которая нас направляла Спасибо И проект у нас достаточно быстро развивается Он динамичен, постоянно меняется И поэтому, вот, скажем Вот именно почему мы его представляем вдвоем Потому что Одному отследить иногда Да, одному отследить это, наверное, будет очень сложно Поэтому В тандеме таком Валерия, ты сказала, что ты будешь говорить на белорусском языке Рассказывать А вот как, получается, ты будешь говорить Тебя будут переводить Или как вот это все будет? Расскажи Вообще, сама защита, она на русском языке Но в защите я представляю белорусские пословицы Все на белорусском языке Также кусочки из произведений белорусской литературы Они тоже на белорусском языке Скажи, пожалуйста, вот для тебя русский язык, он сложный? Нет, это наш Да, это да, наш язык общения Вот, так же, как и белорусский, он родной Понятно Ну, я обещала ребятам, что они тоже возьмут свою минутку славы И кому-то передадут привет, а чего-то скажут Может быть, сейчас как раз сидя здесь в студии Своим родным, близким Кто-то далеко-далеко Давай, Никит, с тебя начнем Камера напротив, пожалуйста Да, я хотел бы передать привет Скорее, не родным и близким А именно администрации города Самары и администрации школы за то, что они так гостеприимно нас приняли За то, что такой теплоты я никогда не видел Я впервые в России, впервые в городе, в Самаре Это очень душевный город с очень душевными людьми, с очень гостеприимными Которые приняли нас Спасибо им за это огромное Галина Маратовна, вам слово есть кому сказать? Я, конечно, своей тоже администрации сказала бы спасибо за то, что меня сюда делегировали Ну и, конечно, всем, с кем я здесь встречусь еще и вчера встречалась Все, я надеюсь, заслуживают того, чтобы им сказать большое спасибо Александр, бери слово Ну, так как уже администрации мы передавали все свои приветы Хочу передать привет своим родителям за то, что все-таки отправили меня сюда Я смог поехать администрации и нашей школы, и школа, которая нас принимает Городу Самаре Потому что так вот раскрыл свои двери, впустил нас, показал нам свои красоты С большим удовольствием Ну и, наверное, все Понятно, Виаля это берет слово Кому хочешь сказать, камера наша напротив А я обобщу Спасибо большое, да, действительно Администрации Самаре Спасибо школе, которая нас принимает Вообще спасибо всем большое За то, что выпала такая возможность поехать сюда Вот, конечно же, привет родителям Привет нашей гимназии И всем-всем-всем Скажи, вот есть ли какая-то твоя любимая пословица на белорусском языке? Ну, наверное, не взялся за гуш, не кажи, что не душ Я поняла Надеюсь, вы тоже поняли, друзья Спасибо вам большое, ребят, вам удачи Не волнуйтесь, выступите как следует Ну, а мы с большим удовольствием, друзья, с вами еще встретимся раз Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале Самара Гиз До свидания Субтитры подогнал «Симон»